Консолидировать усилия для дальнейшего развития Баренцева региона как мирной, стабильной, инновационной и процветающей части Европы. Такая формулировка лежит в основе резолюции, принятой по итогам 8-й конференции парламентариев Баренцева региона. Участники из России, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии обсудили круг вопросов, которые предстоит вместе решать в ближайшие два года. Во многом они схожи для всех стран арктического региона, а значит, без обмена опытом и тесного сотрудничества проблемы не решить. Вопрос транспортной доступности – один из ключевых в программе конференции. На инфраструктуре завязаны такие отрасли, как туризм, промышленность, логистика, социальная сфера. В Ненецком округе особенно остро ощущается зависимость от авиасообщения. В летнее время вылететь на большую землю – настоящая проблема. Компаниям просто невыгодно работать в малонаселённых субъектах. Между тем, в России действует программа субсидирования авиаперевозок, но только для регионов Дальнего Востока. В программе развития транспорта Российской Федерации я надеюсь, что мы всё же пробьём вот эту задачу, потому что сегодня это связано и не только с развитием туризма, а туризм мы тоже рассматриваем как одну из отраслей экономики и социальной сферы. Практически в каждом докладе звучала необходимость развития туризма, причём без границ. Хороший опыт есть на Чукотке. В 1989 году округ заключил с Аляской соглашение. Оно позволяет коренному населению ездить в гости через Берингов пролив без получения визы. С тех пор на Аляске побывали более двух тысяч жителей Чукотки. По мнению представителя парламента Швеции, между странами Баренцева региона необходимо развивать авиасообщение. Это будет способствовать и развитию туризма, и укреплению контактов. Северные страны – Швеция, Финляндия, Норвегия. У нас теперь есть рейс, который связывает наши северные территории. Хотелось, чтобы это авиасообщение было продлено и на Мурманск. Это было бы логично, потому что туристы, которые посещают наши северные страны, хотели бы посетить и Россию. Осенью 2017 года Швеция принимает эстафету от России. Итоги двухлетнего председательства России в Совете Баренцева Евроарктического региона подвела Ольга Епифанова. По мнению парламентария, удалось реализовать много проектов в сфере защиты природы. И как раз все, что касается экологии, сохранения экологии, восстановления экологии – это одна из главных задач. Порядка девяти мест из 26, девять мест, где мы загрязняли атмосферу, вопрос решен. Но, конечно, работу затормозили санкции, затормозили очень серьезно. Фактически, парламентарии перестали общаться. И мы можем общаться только через Северный совет и через Сбер. Опыт соседних государств по части экологии очень богат. Финляндия в последние годы делает ставку на зеленую экономику – внедрение биотоплива, поиск альтернативных источников энергии, переработку отходов. Практикуют систему повторного использования сырья и приучают к этому население. «Если вы использовали пластиковую бутылку, вы можете вернуть ее в магазин, и при покупке очередного товара из пластика вы заплатите чуть меньше. Это выгодно для людей». О необходимости продолжать сотрудничество говорит и схожесть проблем – увеличение заболевших с ПИДом, туберкулезом, алкоголизм. Есть и кадровые проблемы. Дети оленеводов, выросшие в интернатах, не спешат возвращаться в тундру и продолжать дело родителей. «Люди предпочитают оставаться в более комфортных условиях. Но, конечно же, что для этого требуется? Для этого требуется социально-экономическое развитие сельской местности. Это одна из целей на сегодняшний день государственной стратегии развития России в том числе». Здравоохранение, образование, культурные связи и поддержка коренных народов – точек соприкосновения между странами множество, а значит, есть смысл продолжать совместную работу. «Вы знаете, это диалоговые площадки международного сотрудничества. Это, по сути, дипломатическая работа. Мы делимся своим опытом, смотрим, как соседи воспринимают друг друга, обмен мнениями». Помимо резолюции, участники конференции сошлись во мнении о необходимости провести масштабную встречу на уровне государств. «Баренцев-Довоз» – такое название получил будущий саммит – может состояться уже в 2018 году.